Из-за сложной эпидемической ситуации пожилые люди больше остальных подвержены риску. А потому категории 60 плюс настоятельно рекомендуют оставаться дома, а за покупками могут сходить и добровольные помощники. Волонтерский штаб «Единой России» возобновил свою работу. Александр Позняков стал его частью совсем недавно. Признается, раньше относился к добровольческой деятельности скептически. Волонтерство раньше я не совсем признавал, но когда я понял, что в эти трудные времена действительно нужно помочь людям, нашему обществу, населению, я понял, что должен стать частью волонтерства. Такие неравнодушные люди есть в каждом районе. Например, в село Гостищево Яковлевского округа добровольцы привезли необходимое для Марии Савишны Садовой, ветерана Великой Отечественной войны. Ей 98 лет, и она не передвигается самостоятельно. Привезенное волонтерами забирает социальный работник, который присматривает за ней на постоянной основе. Пожалуйста, это вот вам. Спасибо. Во времени рабочих дней пожилые и люди с ограниченными возможностями особенно нуждаются во внимании. Вместе с волонтерами в Яковлевском и Шебекинском округах побывал депутат Государственной думы Никита Румянцев. Волонтеры «Единая Россия», их сейчас около 300 человек по всей Белгородской области, откликнулись на этот призыв. И в течение всего ковидного периода осуществляют доставку продуктов, медикаментов, предметов личной гигиены всем людям в этом нуждающимся. Каждый желающий может помочь. И для этого не обязательно становиться волонтером. Вы можете уделить внимание пожилым знакомым, соседям и просто нуждающимся людям. Нужно всего лишь ваше желание.